Михаил Михайлович, что вам нравится и не нравится в людях? Молодость. Очень коротко и обязательно с иронией. И к самому себе, и к окружающему миру. Михаил Жванецкий для огромного числа его поклонников стал именно таким образцом краткости, точности и глубины мысли, изложенной на бумаге. Здравствуйте. Хочется сказать просто здрасте. Ну уж очень такое торжественное здание, просто удивительное первый раз здесь. В отличие от большинства писателей, у которых мысль сначала рождается, а потом записывается, у Жванецкого все было с точностью наоборот. Вот я начинаю писать, я пишу, 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 попадаю на мысль и потом вижу, господи, давай я начну с середины то, что написал, давай я начну с конца то, что написал. И получаются вот такие короткие, в которых все это сконцентрировано. А начиналось все для совсем молодого Михаила Жванецкого в его родной Одессе, где будущий писатель родился и вырос, а затем и в ставшем для него не менее родном Ленинграде. Там он и шлифовался, как автор сатирических текстов, работая с настоящими звездами тех лет. Константином Райкиным, Виктором Ильченко и Романом Карцевым. Казалось бы, простая игра слов в миниатюре «А вас» мгновенно становится популярной. Уже один из дебютных номеров в исполнении самого писателя стал его визитной карточкой. Многие фразы прекрасно помнят и сегодня. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Накануне дня рождения в Москве открылась выставка, на которой представлены личные вещи писателя, многочисленные концертные афиши, фотографии, карикатуры и на него, и на героев монологов. И, конечно, тот самый портфель, с которым он объездил весь Советский Союз. Это портфель его отца, Мишиного отца. Он был сначала хирургом военным, потом он был участковый врач, и он с этим портфельом ходил по участку. Потом почему-то передарил Миша. Это тайна, мы не знаем. Нам не рассказывали, почему. Но это стопроцентно его портфель. Он потертый, он стал мягкий, он как замша, я не знаю, там, починенный степлером везде. Ну, то есть такое, прошедшее через все. Он всегда был портфель с ним, сколько я помню. Портфель с такой историей стал хранителем множества исписанных с обеих сторон листов с мыслями и наблюдениями Жванецкого. Он не был шутом Гороховым. Он не был эстрадным артистом, который... Он был совершенно другим человеком. Это было, и это все понимали, что они имеют дело с явлением уникальным и абсолютно особого склада. Он был писателем прежде всего, а потом уже все остальное. Земляк и большой поклонник творчества Жванецкого Юрий Стоянов говорит, что произведение Михаила Михайловича почти невозможно отделить от его выступлений на сцене. Ни книги, ни аудиозаписи текстов писателя в исполнении других артистов не заменят того набора эмоций, который дарил зрителям Жванецкий. Надо искать какой-то совсем другой, скорее даже не актерский, а человеческий подход. Поэтому Жванецкого, я понимаю людей, которые не могут читать книги, потому что они все равно все время его слышат. Они хотят видеть Жванецкого. Но он сам приучил к тому, что его надо видеть. Как он это делает? Как он это преподносит? В том, что тексты Жванецкого стали практически неотделимы от именно его подачи со сцены, во многом и заслуга, и вина телевидения. И в 90-х годах, и в начале 21 века Жванецкий очень частый гость в самых разных программах. И при этом все равно немного сам по себе. Как итог, собственный многолетний проект «Дежурный по стране» на канале «Россия». «Ничего не спрашивают пока, а уже эффект есть». Со временем тексты Жванецкого перестают быть только сатирой и становятся чем-то большим. Актриса Нонна Гришаева совершенно из другого поколения одесситов, но тоже говорит об этом. Он не просто писатель, а он философ. И он великий писатель и философ. И юмор у него не просто одесский юмор. Он даже в одном из своих рассказов писал, что нет специального одесского юмора. Есть юмор, вызывающий смех, а есть юмор, вызывающий улыбку, сострадание. Меткость его монологов и коротких изречений ценилась представителями самых разных профессий. В том числе и нашими военными, для которых меткость – уж точно не последнее слово. Министр обороны Сергей Шойгу много лет дружил с Михаилом Жванецким. О первой магнитофонной записи его уступлений помнит еще с 70-х годов прошлого века. Борисович Грызлов стал министром внутренних дел. А мы тогда вот уговаривали долго Михаила Михайловича собрать в три книжки, все коротенькие вот такие, коротенькие. Нам это удалось, и это издали. И он собрались небольшим кругом, и он каждому написал какие-то вещи и, значит, дарил. Каждому свое он написал. Борису Вячеславовичу Грызлову желаю вам отделить милицию от бандитов и переманить ее на нашу сторону. Доброе вроде пожелание, но по сути своей, конечно, в этом весь Михаил Михайлович. Жванецкий стал одним из самых цитируемых людей нашего времени. Наверное, каждый может найти в его творчестве подходящую фразу. В историю легко вляпаться, но трудно войти, говорил он. Но, кажется, самому Жванецкому удалось именно войти. Константин Исаев, Дмитрий Громов, Никита Кузнецов, Олег Слюсаренко, Диана Мамхягова и Анастасия Коновалова. Телеканал «Звезда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова